Сегодня в Вестнике Северодвинска за все надо платить. Жильцы Ленина 3,5 получили уведомление за проживание в гостинице Севмаша. Отслужить или стать злостным уклонистом Северодвинсу решение подсказал суд. Стены не красились 86-го, жители мира 14 бьются за ремонт своего имущества. За островский раскол с должности снят настоятель Сретенского храма. Переселенцам с Ленина 3,5 придется оплатить проживание в гостинице Севмаша. Здравствуйте, в прямом эфире Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан и мы начинаем с главного. 123 человека из аварийных домов Ленина 3,5 уже пятый месяц проживают в гостинице Севмаш предприятия. Все это время переселенцы за свое проживание там ничего не платили. Сейчас управляющая компания рассылает жителям извещение об оплате за коммунальные услуги. Впрочем, гостиница все еще находится в собственности Севмаша и выставлять людям счета незаконно. За ноябрь 1700, за декабрь 1200 и так далее. Жители Ленина 3,5, переселенные в гостиницу Севмаш предприятия, уже начинают получать уведомительные извещения за коммунальные услуги. Еще в сентябре администрация города заключила договор с Севмаш предприятием об аренде здания с последующим выкупом. Пока здание в собственности Севмаша и люди живут там бесплатно. То, что надо объяснить людям, что и почему, что и почему, и сколько. Мы тоже ничего не знаем, но платить-то придется, потому что мы здесь используемся всеми этими коммунальными благами. 123 человека из аварийных домов получат квитанции за жилищно-коммунальные услуги, как только договор аренды между городом и Севмашем будет подписан. В нем отсчет аренды будет вести с момента заселения людей с 1 октября 2012 года. Сейчас процедура передачи уже начата и людей начинают готовить к оплате. В настоящее время мы направили письма всем гражданам, которые проживают на юбилейной 25, которым приложено уведомление. В уведомлении указана та сумма, которую они будут заплатить за время проживания в указанном доме. А пока обслуживанием дома занимается управляющая компания за счет собственных средств. Документы об аренде дома будут оформлены после проведения совета директоров Севмаша в первом квартале 2013 года. К тому времени переселенцам из аварийных домов придут уже настоящие счета за октябрь, ноябрь и декабрь. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Дважды получил повестки в армию, но решил уехать из города. Так 25-летний северодвинец превратился в подсудимого уклониста. Сегодня его судьбу решал городской суд. Подробности в видеоматериале Наталья Аскерка. Отслужить в армии или скрываться? Для этого 25-летнего северодвинца выбор теперь очевиден. Отсрочной службы он уклонялся три года с тех пор, как был отчисленный Севмаштуза. Сегодня в городском суде Георгий Вахтонин в роли уклониста со стажем. Подсудимым вручались повестки неоднократно для того, чтобы он пришел в военный комиссариат для прохождения медицинского свидетельства, для определения степени годности его и направления для осуществления призыва. Однако он уклонялся умышленно, не являлся по повесткам, в связи с чем и был привлечен к уголовной ответственности. Получал повестки дважды, но уехал на заработки в Санкт-Петербург. Георгий говорит, об армии в другом городе совсем забыл, а когда вернулся, позвали уже в суд. Дело сегодня рассмотрели в особом порядке. Внушил я полностью и прошу назначить минимальное наказание. Все. Таких, как Георгий, в Северодвинске сейчас 460. Это уклонисты, не достигшие 27 лет. Впрочем, Следственный комитет сейчас занимается и более взрослыми людьми. Если хотя бы дважды не явился военкомат, ответственности не избежать и после 27. Георгий изначально хотел обойтись штрафом в 30 тысяч рублей, но по решению суда вынужден будет выплатить все 50. Плюс подписка о невыезде. Буду работать, отдавать штраф, а там уже как получится. Если призовут еще раз. Призовут, пойду. А вот в армии Георгия отслужить придется. Правда, прежде в планах молодого человека уже в третий раз восстановиться в Севмаштузе и все-таки получить долгожданный диплом. Если он еще раз попытается сбежать от срочной службы, наказание будет суровым. Вплоть до трех лет лишения свободы. Наталья Аскерка, Анастасия Рябченкова, Вестник Северодвинска. Стены в трещинах, кровля в протечках и стояк варились десяток раз. Собственники дома 14 по проспекту Мира просят управляющую компанию провести ремонт. Однако жилищники утверждают у дома задолженность. Что делать и будет ли ремонт, выяснял Олег Савин. Этот многострадальный стояк сваривался ни один и ни два раза. Ветхая труба стала одной из многих причин возмущения владельцев неблагополучной недвижимости. По словам жильцов Мира-14, дом не ремонтировался с 86-го года. В перечне проблем сейчас. Текущая крыша, опасно проложенная проводка, разбитые ступени и трещины в стенах. Вы смотрите, отклупнуть. Вы смотрите, один раз крошено. Она даже, слушай, видно, что это самое. Ничего нет ни разу. Так вот представьте, сколько дом стоит и сколько у нас ремонт был. Говорили добавить еще, соответственно, ну, скинуться на домофон и нам. Мы скинулись на домофон, они сказали, что сделают ремонт. И в итоге не делают. Говорят, что денег нету. Скидывайтесь, мы сделаем бесплатно. Пересчета не будет никакого, говорят. Также тоже не занято дело, думаю. В управляющей компании предложили собрать 30 тысяч с подъезда. Сумма небольшая, но для жильцов сейчас неподъемная. Владельцы рассказывают, что после въезда многодетной семьи в первый подъезд деньги там нашлись и ремонт был приведен. Ну, это с многодетной семьей старший там вот ездил как бы в мэрию везде, как бы пороги топтал, как он сам говорил. И вот он добился своего, а мы не можем своего добиться. Не знаю, почему такая несправедливость. На сегодняшний день задолженность дома составляет более 600 тысяч рублей. Значит, соответственно, на эту сумму мы не можем выполнить работу дополнительно. Те, которые хотят, жители, которые мы тоже хотим сделать. В ТСЖ Ягры-24 пояснили, несмотря на долги, обязанность компании подготовить дом к зиме. А в отношении должников поданы исковые заявления в суд. В этом году будет произведен ремонт кровли, водосточных труб и даже штукатурки дома. При 100% оплате коммунальных услуг на дом потратят 123 тысячи рублей. В 2012 году жители оплатили менее 30% проделанных работ. Поэтому о ремонте подъезда собственникам пока стоит забыть. Олег Савин, Семен Семигулин, Вестник Северодвинска. Пронести олимпийский факел через Северодвинск сможет любой желающий. Сегодня стартовал прием заявок. Чтобы стать участником эстафеты, нужно рассказать о том, как сделать мир лучше. Каждого кандидата ждет интернет-голосование. Несколько этапов отбора и тренировки. Ведь пронести в руках олимпийское перо «Жар птицы» не каждому по силам. Известный сайт сегодня, видимо, не выдержал наплыва желающих зарегистрироваться. Здесь стартовал прием заявок на участие в эстафете Олимпийского огня. Оставить заявку может любой желающий с 15 января по 17 марта. Организаторы предлагают рассказать о себе и о том, как кандидат помогает сделать мир вокруг лучше себя. 30 марта участники, набравшие большинство голосов, перейдут на следующий этап, где их кандидатуру будет рассматривать жюри из прославленных российских спортсменов. До окончания голосования остался 61 день. Сейчас анкеты заполнили 587 россиян. К слову, на днях в столице прошла презентация самих олимпийских факелов. Они напоминают традиционно для русских сказок «Пирожар птицы» и выполнены в красной цветовой гамме для олимпийских игр и голубой для паралимпийских. Особое внимание уделено конструкции факела, которая обеспечивает надежное горение в условиях северной зимы при ветре и морозе. Эстафета Олимпийского огня стартует 7 октября 2013 года. Сегодня рабочий день мэра начался в студии нашей телерадиокомпании. Он поздравил журналистов с Всероссийским днем печати, а также подвел итоги ушедшего года, ответил на вопросы журналистов и даже получил музыкальную премию. Первым делом Михаил Гмырин поспешил наградить лучших сотрудников нашей телерадиокомпании. За вклад в развитие радиовещания благодарственные письма получили музыкальный редактор Дарья Семенец, технический директор Александр Бондаренко, коммерческий директор Анастасия Щербакова и радиоведущая Ирада Ширинова. В свою очередь радиопрофессионалы также удостоили первое лицо города музыкальной наградой. От лица радиостанций наших вам подарок, своеобразная музыкальная премия с пожеланием успехов только вашей деятельности на благо города, но еще и ваших творческих успехов, чтобы вырадовали горожан вокальными данными только вновь. Далее мэр пожелал нашей телерадиокомпании больше положительных репортажей, ведь несмотря на сложное время, в которое мы живем, положительных результатов на работу на немало. И это только начало. О самых интересных событиях теперь можно узнавать в течение всего дня по радио. Каждые 60 минут новость часа от телерадиокомпании Северодвинск выходит на Русском радио, Лаврадио и Ретро-ФМ. Слушайте нас и узнаете первыми. А сегодня куриный праздник. В этот день было принято чистить курятники. На Руси существовало поверье, если в день кур 7-летний черный петух откладывает яйцо, 4 июня из него родится змей-василиск. Чтобы защитить курятник от нечистой силы, в нем вешали черный камень с дыркой. Куриный бог. 15 января на Руси читали заговор от болезни. Считалось, что в этот день он имеет особую силу. Святочные гадания все еще актуальны. До крещения остается 4 дня. А вот настоящие крещенские морозы в наш город приходить не торопятся. О метео и астропрогнозах на среду узнаем у дежурной небесной канцелярии Марии Щетининой. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, Сергей. Середина недели предвещает жителям города лишь небольшое похолодание. Небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. 12 следователей и 750 раскрытых дел. Следственный отдел Северодвинска празднует день рождения. Как уйти от наказания? Северодвинец придумал псевдоугон, чтобы избежать лишения прав. Острая борьба и нет победителя. Северодвинцы стартовали в чемпионате области по хоккею с мячом. О метео и астропрогнозах расскажет вам небесная канцелярия. Вас приветствует наш спонсор Мособлбанк. 16 января в Северодвинске днем ожидается 10 градусов ниже нуля. Ночью столбик термометра достигнет отметки 6 градусов со знаком минус. Малооблачно без осадков. Ветер южный и юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет медленно расти и к вечеру составит 767 миллиметров ртутного столба. Любителям зимней рыбалки сообщаем. В среду полная вода ожидается в 10 часов 10 минут и вечером в 22.43. Малая вода в 4 часа 9 минут и вечером в 16.41. Долгота святого дня составит 5 часов 21 минуту. По народному календарю 16 января день святого пророка Малахия. Малахий ангел-вестник. Он предсказал пришествие Иисуса Христа. Астрологи предсказывают, утро подойдет для совершения практичных и не слишком дорогих покупок. Приобретать что-то дорогостоящее не рекомендуется. Вы можете не рассчитать свои финансовые возможности. Вторая половина дня прекрасно подойдет для общения. От людей из своего окружения вы сможете получить много ценных идей и советов. А наш спонсор Мособлбанк напоминает. Теперь он работает без выходных. Кроме того, теперь в отделении Мособлбанка можно оплатить коммунальные платежи. Мособлбанк всегда рядом. А я желаю вам только отличного дня. Следите за нашими прогнозами. До свидания. В эфире Вестник Северодвинска и мы продолжаем. Прихожан не пускают в церковь, не дают причащения и отказывают в исповеди. Письма с подобными жалобами на Заостровский храм поступают от Мириан к патриарху Кириллу. Напомним, на днях с должности сняли настоятеля Сретенского храма села Заостровья Иоанна Привалова. Почему церковь приняла такое решение – в следующем видеоматериале. Валентина Жданова – прихожанка Сретенского храма в Заостровье. В церковь ходила всегда, покрестила там детей и внуков. Но два года назад после несчастья в семье посещать стало чаще. Закончила там воскресную школу, вместе с остальными прихожанами изучала Библию, ходила на службы. Впрочем, есть и другие мнения. Прихожан более 300 обращений миряне Архангельской епархии направили к патриарху Кириллу. Там говорится, под маской духовной жизни в Заостровье скрывается религиозная секта. Члены братства делятся на две категории. Те, кто прошел оглашение, обязаны причащаться за каждой литургией. Те, кто его еще только проходит, а также посторонние, пришедшие на службу, до причастия не допускаются. Более того, их вынуждают выйти из храма после литургии верных. При этом оглашение может длиться годами. И все это время оглашаемые остаются без причастия. Более того, посторонним отказывают в исповеди. Был случай, когда оглашаемый умер, не дождавшись крещения. Каждый член братства обязан ежемесячно жертвовать десятину. При этом все собранные средства идут на нужды общины или направляются в Москву отцу Георгию. Кроме того, членов братства вынуждают делать другие крупные пожертвования. Крещение здесь у нас очень, как сказать, не то, что дорого, а просто надо покреститься, а потом долго ходить на причастие, на целый год. Все стараются как-то, как сказать, побыстрее и ездят все в город. Со слов прихожам Заостровской церкви была необходима определенная подготовка к обряду. Но ни о каких деньгах речи в храме не шло. Оценку деятельности отца Иоанна дал и посетивший недавно Северодвинск профессор, богослов и публицист Андрей Кураев. Высказался иносказательно, но четко. Но вот это деление христиан на чистых и нечистых, полных и неполных, некая такая гуруизация, когда вот есть один только пафтор, и мы смотрим на него, а всех остальных в лучшем случае терпят. То есть не явно обличаем, там за спиной, конечно, мы издеваемся, мы в патриарх, мы на архиереи, мы на кем угодно. Вот это вот там есть, вот это вот психологически неприятная черта. На днях решением Совета Иерей Иоанн назначен клириком Свято-Ильинского кафедрального собора. В этом сюжете мы не поддерживаем ни одну из сторон вера делать деликатное. Подробности этой непростой ситуации заинтересованные смогут узнать на сайте Архангельской епархии и самостоятельно сделать выводы. Зверские убийства, изнасилования, налоговые преступления – это лишь часть их работы. Сегодня, 15 января, работники Следственного комитета Северодвинска празднуют свой второй день рождения. Работа этих сотрудников зачастую смешана с кровью, поэтому просим увести от экранов детей и лиц с ослабленной психикой. Жестокое избиение в одном из баров Северодвинска закончилось смертью мужчины. На съемке с камеры видеонаблюдения видно, как неизвестный ворвался в питейное заведение и стал зверски бить посетителя. Эта драма произошла весной 2012 года. Тогда за расследование взялись сотрудники Следственного отдела Северодвинска. Сами сотрудниками полиции было установлено, что этим лицом является родной сын этого мужчины. Все члены семьи были на стороне, скажем так, обвиняемых, что пытались его выгородить, как говорили, пытались следствию представить такую ситуацию, что якобы отец терроризировал всю семью, представлял различные неудобства, проживая с ними, употреблял спиртными напитками. Однако в ходе следствия данная информация не подтвердилась. Стало известно, что у сына к отцу была личная неприязнь. По факту избиения следователи возбудили уголовное дело. Недавно молодой человек получил пять лет лишения свободы. Таких историй в архиве Следственного отдела за два года существования накопилось сотни. Сегодня служители закона празднуют свой день рождения. В последствии отнесены уголовные дела о налоговых преступлениях. Также нам отнесены тяжкие, особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Дела об убийствах, об изнасилованиях, дела о должностных преступлениях. Это еще одна нашумевшая криминальная история нашего города. В мае 2012 года кровавой драмой закончился конкурс стриптиза. На сцене девушки стали раздевать мужчин. Один из них оказался вооружен. В ходе конкурса пистолет выпал из штанов потерпевшего. 24-летняя девушка подняла его и случайно выстрелила в мужчину. Рана оказалась смертельной. Данное дело вели сотрудники следственного отдела. Всего за 2012 год следователями рассмотрено 750 преступлений. Все они раскрыты, а по 123 из них возбуждены уголовные дела. Дорогие коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем образования Следственного комитета. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов, тепла и уюта в ваших семьях. Новых интересных уголовных дел. 12 человек трудятся на данном поприще. Некоторые из них признаны лучшими следователями. Многие отмечены и поощрены за свой труд. Дмитрий Ефимов, Анастасия Рябченкова, Вестник Северодвинска. Попался на глаза сотрудников ДПС в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы не лишиться прав после задержания, Северодвинец заявил в полицию об угоне своего автомобиля. В это время его «Инфинити» находилась на штрафстоянке. Теперь за ложный донос мужчине грозит уголовное дело. Подробнее об этом и других происшествиях в рубрике «Протокол». Заявил об угоне, чтобы избежать ответственности за пьяную езду. Сотрудники ГИБДД рядом с перекрестком Южная Чехова задержали водителя «Инфинити» с признаками алкогольного опьянения. От мета-свидетельствования мужчина отказался. После того, как автомобиль поставили на штрафстоянку, а Северодвинца отпустили, он пошел в полицию, где заявил об угоне. Подлог вскрылся почти сразу. Чем это вызвано? Зачем это он так сделал? Он по-хорошему объяснить не мог. Находился в состоянии алкогольного опьянения. Написал заявление, где расписался об уголовной ответственности за взаимоположенность донос по статье 306 Уголовного кодекса. Помимо лишения водительских прав, теперь в отношении предприимчивого северодвинца может быть возбуждено уголовное дело за дачу заведомо ложного доноса. Северодвинские сыщики раскрыли серию телефонных мошенничеств. Преступники действовали по стандартной схеме. Звонили пожилым северодвинцам и, представляясь с сотрудниками полиции, сообщали жертвам о том, что кто-то из их родственников задержан за серьезное правонарушение. А помочь может только взятка, за которую задержанного отпустят и закроют уголовное дело. Жертвы мошенников, не задумываясь, отдавали крупные суммы денег до 250 тысяч рублей. Таким способом преступники обманули 8 человек. Была осознанно специализирована следственная оперативная ОПА, члены которой неоднократно ездили с уже на коммунировке, что проведение следственных действий в Новосибирске. И в ходе большого комплекса проведенных следственных действий перед нарезанных мероприятий удалось установить всю цепочку движения дежурных средств от потерпевших до обвиняемых. В ходе оперативных действий стало известно, мошенники, заключенные Новосибирской колонии, отбывающие срок за аналогичные преступления. Жертв они выбирали случайно. В роли курьеров выступали северодвинские таксисты. Сейчас двое организаторов преступной схемы этапированы в наш город и вскоре предстанут перед судом. К уже имеющимся срокам добавятся еще до пяти лет за вновь совершенные преступления. Все новогодние праздники промышлял кражами. Северодвинские полицейские задержали 26-летнего молодого человека за серию преступлений. Парень сознался в трех эпизодах. Преступник украл в двух разных магазинах куртку и сотовый телефон. Кроме того, из квартиры своей знакомой он похитил ноутбук. Выявить вора помогли камеры видеонаблюдения в магазинах и показания потерпевших. Сейчас парень находится под стражей. Он и раньше привлекался к уголовной ответственности. В этот раз вору, скорее всего, будет грозить реальный тюремный срок. Более 60 голов лошадей погибли в Котловском районе Архангельской области. 13 января в селе Алюшино сгорела конюшня конного клуба «Пегас». В огне погибли все питомцы. Беда не обошла стороной северодвинских любителей верховой езды. Это кадры страшного пожара в конюшне. В огне погибло более 60 голов лошадей. В том числе сын пони из Северодвинска. Также трое животных из Архангельска. Среди них орловские, русские рысаки и буденовцы. Все лошади были прекрасно выезжены. Неоднократно занимали призовые места в конкуре и на скачках. Северодвинские любители парнокопытных не остались равнодушны. В связи с трагическими событиями, которые произошли в городе Котлас, мы приглашаем всех северодвинцев, которые соболезнуют всем котлашанам, прийти на вечер памяти, который состоится 19 января на территории манежа конного клуба «Тавро». Для возложения цветов и памятных свечей в 15 часов дня всех желающих северодвинцев ждут на перекрестке улиц Южной и Профсоюзной. Вестник Северодвинска о спортивных событиях. Еще в декабре в области стартовал чемпионат по хоккею с мячом. Уже сыграны пять матчей. В минувшую субботу одна из встреч состоялась на льду северодвинского «Фокс Север». У себя дома Севмаш принимал архангельскую команду «Северная Двина». В острой борьбе встретились давние соперники по областным турнирам. Матчем между Севмашем и Северной Двиной стартовал для наших спортсменов чемпионат Архангельской области по хоккею с мячом. Встреча на большом поле стадиона «Фокс Север» складывалась для наших спортсменов довольно напряженно. В первом тайме счет открыли архангелогородцы. В острой борьбе Севмашу удалось сравнять цифры на табло. Однако уже во втором тайме гости вновь вышли вперед и перешли в оборону. Но усилия севмашевцев увенчались успехом. Встреча завершилась в ничью. Счет 2-2. Голами в ворота противника отличились Кирилл Козлов и Иван Ваюшин. Первый блин. Вроде не комом. Более-менее сыграли. Ну, надо чуть-чуть нападение под тренироваться. А так, в общем, неплохо. Соперники должны были выигрывать. Было много опасных моментов, как со стороны Северной Двины, так и со стороны Севмаша. Что-то получалось, что-то не очень получалось. Были достаточно острые голевые моменты, но, к сожалению, не все получилось реализовать. Но старались, бились. Впереди у Севмаши еще одна домашняя встреча с архангельским портовиком. Встреча состоится 19 января также на стадионе «Север». В этом сезоне областной турнир пройдет по территориальному принципу в двух зонах – север и юг. Северодвинцам еще предстоит встретиться с архангельскими командами «Водник-95», «Водник-96» и «Ветераны-водника», а также с плесецкой юностью. Сергей Курбан, Семен Семигулин, Вестник Северодвинска.